Всем привет, с вами Ванок, и сегодня мы познакомимся с игрой под названием Creatures Inc. То бишь, Животные Interpreted, или там ООО Животные, как так можно перевести, или там ООО Создание, даже, наверное, так ООО Тварь, вот так будет, наверное, лучше всего. Под стартовую довольно бодрую музыку, честно скажу, что я, на самом деле, от игры даже такого не ожидал, думал, это такой совсем-совсем трешачок, а здесь даже есть музыка, ну, лично мне она нравится, по-другому, что музыкальные предпочтения бывают разные, но сразу скажу, на всякий случай, что это не я вставил, это в игре такая, я не знаю, Может быть, с ней, кстати, будут даже проблемы какие-то с Ютубом, Ютуб последний вообще любитель за всё подряд блокировать, хотя, в принципе, заблокируют максимум, скорее всего, за просто рекламу отключат, мне не страшно. В общем, ладно, вернёмся к игре. И вообще, в описании данной игры сказано, что здесь мы будем владеть собственной компанией по отлову редких всяких вот животных, вот, допустим, вот таких, каких мы здесь видим, например, вот это явно какой-то оборотень. Вот, хотя, в принципе, если посмотреть на скриншоты, то, знаете, первое впечатление, что это какая-то очередная выживалка. Вполне возможно, так оно и есть. Это индюшка, индюшка разработанная компанией Little Beaver's Games, который, кстати говоря, и предоставил ключик для игры, поэтому сегодня мы ознакомимся с данным проектом, посмотрим, что он себя представляет, а там уже, ну, поглядим, увидим. Итак, здесь у нас есть Joint Game Host Game, я думаю, что я создам просто приватный сервер, благо здесь есть такая возможность, в отличие от некоторых других игр выживалок, где, дескать, разработчики пытаются заработать на этом и не дают возможности создать свой собственный сервер. Здесь, в этом плане, всё нормально. Итак, игра прогрузилась, кстати, игра сделана на надвижке Unreal, всё не так уж и плохо. Ну да, в принципе, это даже знакомый мне в некотором плане интерфейс, потому что я так понимаю, что есть некие такие пресеты для интерфейса, и они используются не только в этой игре. Мы здесь даже можем что-то крафтить, но, в принципе, я всё же вижу, крафт как бы нам намекает на статус игры. Так, тап назад уходить. Так, ух ты, сколько она тут занята, навыдавали. Мы находимся, на самом деле, сейчас в сейв-зоне, то есть здесь можно себя чувствовать спокойно. Мы можем здесь, соответственно, охотиться или захватывать всяких животных и спасать также выживших для того, чтобы получать деньги. Мы должны, соответственно, чтобы им помочь, этим самым выжившим, нужно их сопроводить в безопасную зону. А, соответственно, для того, чтобы захватывать всяких там животных, нам нужен тейзер-ган, то бишь, ну, короче, током, который стреляет. Понятно, понятненько. Но сначала нам нужно... Ой, здрасте, а тут даже есть, смотрите-ка, тут все какие-то шахиды. Правильно, шахид. Я ни в коем случае не пропагандирую терроризм, со что, да? Терроризм, это плохо, плохо, плохо. Так, смотрите-ка, мы можем тут купить, а вообще у нас денег нет, написано «найдите». Давайте поищем. Кстати, прикол, музыка играет сейчас именно вот из этого радио, да? Я не могу ее выключить, то есть оно играет по умолчанию, никак не отрубается. Как-то колокол лежит. Вот он, топорик. Хорошо. Мы его даже можем взять, даже можем вот такими странными движениями им побить. Там еще один топор. Замечательно, продадим. Мы можем... А с двух рук нельзя, короче, бить топором. Смотрите, приходит такой манчикин и начинает рубить всех третий топор. Ну, третей руки у нас точно нет. А если была вот, то прикольно, конечно, было так рубить топором. Так, ну тут что-то нам очень бодро. Разбросали, даже какую-то дубинку дали. Прям спасибо, спасибо. Ну, вообще, топор для сбора ресурсов написано. А вот это уже для драки. И вообще, не всегда вот, если поражает в таких играх, почему нельзя обычный топор использовать для боя? Вот, в нейтрих играх я уже видел, что у них почему-то... Ну, прям, какая-то фишка такая, что вот ты, если хочешь сражаться, ты должен сражаться специальным оружием. А если ты взял обычный топор, ты мертва? Не помню, живая. Типа, оно не будет доносить много урона. Какая разница, топор боевой, обычный топор. Что, вы хотите сказать, обычный топор, нельзя кого-то изрубить? Может, конечно. Топору здесь, конечно, накидали, он вдоволь. Смотрите-ка, я уже насобирал, не знаю, сколько я насобирал. Я и дубинки-то уже насобирал. Так, ладно. Ладно, ладно, горшочек не вари, пожалуйста, хватит. Так, давайте-ка это я все размещу сюда. Я хочу, наверное, часть этого этого продать. Чуть купить, сейчас посмотрим. Press Escape, кстати говоря, и нажмите, назовите свою компанию. Само собой, как и радио. Дальше, что за... Выберите авата, елк, красной бабой. Какие-то... Мне кажется, это как куда-то стыреные картинки. Не мог автор сам их нарисовать. Или он где-то их сгенерировал, может, какой-то в этажке, кстати говоря. Очень что-то как-то похоже. Так, хорошо, ладно, дальше уже, в принципе, а-ля Открытый мир почти начинается. Давайте-ка посмотрим. А можно тебе что-то продать? Или тебе... Ага, тут, короче, нет нормального товара нижнего обмена. Здесь можно только покупать. Товары продавать их нельзя, да? Жалко, жалко. Ну, хорошо, ладно. Тогда все лишнее я покидаю. Очень решится, если можно кидать так быстрее. Ну, как-то так. Что, кстати, у нас тут есть в сеттинге? Бестиарий даже у нас есть, смотрите-ка. Нифига себе. Петройзер какой-то здесь. Может быть, между прочим, он, типа, приручен. Это я, честно говоря, даже не знаю, как можно такого Петройзера приручить. Тут у Вольф Рона-то, Вольф Рана-то, блин, я сильно сомневаюсь, что можно приручить по сути твоему виду. Но, вот, допустим, Паук не может быть приручен. Причем даже еще не может быть приручен. То есть, теоретически, он в будущем может. Адамански, да, да. Смотрите-ка, тут что-то как-то у автора явно... О, у меня шляпы была, да, изначально. Автор соображения, конечно, очень весел. Хорошо, смотрите-ка, я так правильно понимаю, что я могу добывать ресурсы. Достань топор. Да, 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 я могу добывать ресурсы. Да, выживалка, прям чистой воды выживалка. Здесь даже к гадалке не ходи. Тут только с таких деревьев, да? Так. Кусты я рубить не могу. Прокликивать их тоже. Ну-ка, уберем топор. Не. Если я правильно понимаю, сейчас там внизу появилась шкала здоровья этого топора. Ну, то есть, в принципе, вы все поняли уже, да? Еще одна выживалка, еще одна инди-выживалка. Ну, там вроде как есть хотя бы какая-то более-менее интересная концепция. Здесь есть какие-то... Так. Камень я добыл. Хорошо. Нафига мне это все нужно, скажите мне. Я могу, кстати говоря... Как мне кирку скрафтить? Ой-ой-ой, нет, спасибо, спасибо мне. Я одну хочу скрафтить. Все. Крафтись. Крафтись моя... Кирка. Так, это тоже камень. Это деревья с атасом. Хорошо. Пойдемте посмотрим на те домики тогда. Может быть, кого-то встретим из живых. Вообще странно, да? Здесь есть карта. Сейф-зона. А, ну все правильно. Вот домики. Карта здесь немножко странноватая. Так, здрасте. Мы этого видим, который хренозавр. И не один. Хотел сказать, что умирает он с первого удара, но нет. Благо, бегает тающий странно. Это, знаете, это эти. Как там, зубастики. Помните такой фильм был? Типа, хоррор, страшилка. Даже не страшилка. Ну, не знаю, такая, типа. Полушутливая страшилка, где, типа... Некие такие существа, типа, а-ля ежики с зубами огромными. Они пытались, типа, всех убить. Ты завис, да, я там дерево? Отлично. Мне надавали денег, выбег убийства, походу. Где эти деньги посмотреть? У меня есть киркач, да, кучи. А еще я могу скрафтить... Себе... Крафтинг-бенч, нет? Ага, мне аж вот столько дерева. Ну, не так шином, на самом деле. Я так понимаю, что кирку я сейчас буду добывать в камень, в усиленном режиме. А здесь есть какой-то перевес, там, и прочее. То есть, здесь вообще есть какие пределы... Именно с точки зрения переносимого веса. Ну-ка, давайте пройдем в спину. Где там у нас камень был? Кирка... А, давай, копай. Ну да, камень она копает явно лучше, чем топор. В принципе, это логично. Он там, кстати, еще не хренозавр бегает. Пойдемте. И убьем. Вот. У меня, кстати, тут есть... Внизу, в левом углу, некие параметры. Даже там... Потребление воды. Потребление пищи. Здоровье. Пусть бы выживал прям. А что у тебя огонь выходит? Ты... Я не понял. У тебя этот перегар, что ли, такой? Ты у нас хочешь сильно пить? Или слишком сильно вчера пил? Я не ясно сейчас. А ну-ка, иди-ка сюда. Иди-иди сюда. Сейчас я тебе покажу. Ну, это явно простые. Если воевать-то, ну, вообще просто, элементарно. Не знаю. Может, конечно, если они попадут по мне, у меня будет не так просто. Уже не так весело, не знаю. Но сейчас пока что это вообще... Так, дверь здесь даже открывать надо. Они сами открываются, как в баре. Так. Соп. Это мыло. Я взял мыло, пластик. Ну, офигеть. Не стать. Так, кстати, на шифт ускорения. Прыжок здесь есть, но довольно странноватый. Кстати, прыжок и мне какую-то игру напоминает. Я помню, я в какой-то игре очень сильно ржал над этим прыжком. Помню, какой только уже. Ну, очень похожий. Так, а буталка... О, пистолет Макарова. Погодите, я взял пистолет Макарова. А, он правильно, он же сразу этот поместился на быстрый. А патрона, понятно, нет. Все, хорошо. То есть пистолет есть, патрон мне хотя бы один патрон дали бы. Кстати, их можно, типа, охотиться за ним, но для этого нам нужен тайзер. Тайзер нам нужно купить или скрафтить, допустим. Пока что у нас денег нет. Пока что мы просто бегаем, облутываем дома. Я вообще не знаю, какую интересную лору местного мира. Вот представьте себе мир, в котором есть некая сезона, где сидят полторы калейки. Остальной мир это домики, в принципе, цивильные домики. Такие, конечно, типовая застройка. Непонятно, какая за самая застройка. Что это за деревня такая, где несколько домиков в ряд, даже дорога никакая не идет. Странный домик, согласитесь. Вот, и при этом здесь одни монстры. Куда дели жители? Жители съели, а почему появились монстры? Почему? У них такие двери все. Естественно, с такими дверями у вас не только монстры. У вас бы тут, не знаю, бешеные ежики какие-нибудь обычные. Не вот эти, которые тут бегали, а обычные сажали бы. Естественно, блин. Так. Ну, хорошо, я тут насобирал всякой фигни. Прошел какой-то там еще стиральный на кучу, чем я выпал. То есть, в принципе, сын солдан на игре таков. Ты бегаешь по местному миру. Бьешь всяких непонятных пипяк. Там, кстати, какой-то большой домик на заднем плане. Крафтишь, развиваешься. Это все можно сделать, в том числе, на сервере. Ну, понятное дело. То есть, сетевая игра здесь, наверное, очень веселая. Вообще, динамичная. Куча людей. И, думаю, сервера прям ломятся, как оно обычно в таких выживалках и бывает. Но разработчик, конечно, немножко стушевался, немножко лажанулся и сделал одиночный режим. Ну, я всегда, помните же, я всегда говорил, что одиночный режим делать никогда не надо. Он только мешает. Вот. И, собственно, тут явно он тоже будет сейчас мешать разработчикам зарабатывать деньги на этой замечательной игре. Вот. Угу, у меня, кстати, есть некие патроны, но патроны не для пистолета. Поэтому я пистолеты вообще пока выложу. А, суп. 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 А не соуп. Со-АП это мыло. Со-УП это суп. Не знаю, почему я ее мылом назвал, но бывает. Ладно. Так, хорошо. А тут я прям так могу на базе строить? Я могу на базе, на самом деле, построить, и мне насрать, что это база. Я прям тут сейчас воткнул этот верстак. Как я, мудак, я ставлю верстаки, где хочу. Вот из этой как-то серии. Хорошо. Что тут еще? Мы можем, на самом деле, себе сделать кампфайр. Мы можем даже себе сразу сделать печь. Мы даже можем, если немножко напряжемся, сделать себе, черт возьми, денег room table. Да даже сейчас я его сделаю. В конце концов. Почему бы и нет? Дерево у нас здесь навал. В отличие от других игр, не будем ткать пальцами в конкретные игры, но я думаю, что вы даже сейчас на моем канале присутствуете, видели уже такие выживалки, где даже дерево вот такое нельзя срубить. Нужно специально искать лежащее на земле, какой-то там, особо неценный ресурс. Только его можно рубить. Вот. Здесь, по крайней мере, нет такого. Здесь, в принципе, нормально. Движок, в принципе, он, хотя бы говоря, ну-ка. Ну, даже, да, мы можем присесть даже. Движок, он, в принципе, нормальный. То есть, это не какой-то там Unity, который, конечно, тоже, в принципе, движок как движок, но на Unity там то ли пресетов меньше, то ли там, в принципе, изначально за него берутся более криворукие разработчики. Но я заметил, что выживалки на Unity, они гораздо более кривые. Уж вот, я не знаю почему, но вот есть какие-то такие у меня смутные подозрения. Надо сначала подойти к рейфингу. Мне интересно, что здесь напрягает, что нужно тап-жать, и нельзя просто эскейпом выйти из мира. Нужно еще раз тап-нажать, но это ладно. Хорошо. А какие там рецепты новые? Где я могу изучать? Скажите мне, пожалуйста. Здрасте. У меня есть 500 баксов. Мне ожидало много. Хорошо. Мы можем здесь взять скины. Так, хорошо. Ну, мне как-то... Родоват, по-моему, в этой игре пока что стены брать. Ой, стены. Стены. Скины брать. Так. Тазер, тазик, катыш, но... Дороговато. Так, мы можем взять некий молоток. Разводной ключ. Даже тут какой-то пистолет-огнемет. Есть гранаты. Обрезы, шотганы, автоматы. Ух ты, екарный бабай. АК-47. Амобокс. А где сам АК-47? А вот он. АК... Ой, не АК-47, а АК-74У. АС-74У, это АК-У, что ли, у них получается. Ну да, это АК-У. Там калашник укороченный. Или как там? АК-С. Я не сильный знаток, поэтому, если что, простите. Так, понятно. Но тут, в принципе, просто всякие предметы. Тут есть еще клетка. Понятно. Но я видел на скриншотах, что именно можно строить. А, все. Пресс-ф. Типа, ну я могу строить, на самом деле, прям тут. А что мне мешает построить прям на базе замечательный домик? Здесь, я так понимаю, на сейф-зоне вообще насрать. То есть, вот. Все, что мне нужно делать, это периодически выбегать снаружи. Рюбить дерево. И все. Из сейф-зоны, я так понимаю, не сунулся. Но если я не сунулся, то интересно даже будет посмотреть, как это будет обстоять. Еще, знаете, очень бы хотелось бы, чтобы был какой-то датчик, счетчик ресурсов. Ну, в смысле, видно, что сколько прибавляется, но хотелось видеть еще сколько всего. Это, конечно, я, наверное, слишком много прошу. Это и не в более крутых играх такого нет. Ну, как бы так. Вот. А еще, конечно же, не могу не заметить, что у игры, при всем прочем, довольно неплохая оптимизация. То есть, конечно, это, ну, как бы было бы странно. На таком движке, при таком не сильно богатом на количество ресурсов, но все-таки качество есть. То есть, посмотрите, в принципе, может быть, конечно, наверное, разобочек где-то на пресет, тупо, ну, на трейл, наверное, было неправильно говорить, ну, взял, там, позаисовал, или даже, может быть, купил. Вот. Было бы, скажем так, аж странно, если полагал, но, знаете, некоторым и нравится. Вот. Я не буду, опять же, тыкать пальцами. Конечно, Атлас, наверное, не будет неправильным, примером я сейчас вам приведу, потому что Атлас все-таки, наверное, это, ну, все-таки более тяжеловесная категория в Атласе. Все-таки, как не крутим. Ну, ты, в принципе, видишь больше гораздо всяких предметов на карте и прочее, но хотя все равно это, конечно, вряд ли прям такое хорошее оправдание для игры, которая, ну, все-таки, скажем честно, я Атлас... Я правильно название знаю? Да, Атлас, это, короче, которые новая часть а-ля Арка. Атлас, да, она, по-моему, называется. Я так сейчас задумался, то ли я игру называю. Ну, да, она. Вот. Она, конечно, прикольная. Я, в принципе, помню, в первой серии я ее обругал, второй сказал, что, в принципе, все и так плохо, но, блин, оптимизация меня сильно от нее отпугнула. То есть я помню, что Арк тоже был, особенно поначалу, как первый раз я только поиграл, я еще тогда поиграл, поплевался, сделал возврат средств на него, когда как раз этот ток, по-моему, появился. Вот. Потом, через некоторое время, я вновь ее попытался съесть, уже нормально освоил. Причем играл я... До этого у меня была возможность играть в сетевом режиме еще, а потом я играл один. Вот. Конечно, сетевом было бы веселей. Вот. Но все равно, при всем при этом, он все равно даже под конец был не такой хороший. Там много было каких-то непонятных лагов, косяков. То есть, ну, тяжеловесная игрушка. Вот. И, в принципе, я считаю, что, конечно, с Адласом они сильно накосячили. В том плане, что, ну, совершенно обилию... Ага, надо убрать из рук все, чтобы строить. Совершенно, скажем так, сейчас могут... Так, так. Не, 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 я не хотел строить. Не хотел построить. Не хотел построить. Нет. Как разрушать? Сейчас разберем, как разрушать. Вот, ну, блин. Я просто... Очевидно, что некоторые действия здесь все плохо. В принципе, можно сделать вот так. А в каких-нибудь продвинутых играх, а-ля Конон, там можно какой-то топ поддерживать, там, типа, все это исчезнет. Я так понимаю, что рассчитывать на такие вещи в этой игре не стоит. Тут проще постоять, топором побить, и оно само развалится. Вот так. Таким образом. Ну, что я могу сказать? Во-первых, я как астрономок построил, да? Трэн, где стены... Вот, знаете, помните в Кононе, да? Там тоже, в принципе, на первых стенах, самых простецких, там тоже вот такие всякие дырки, но там они нормально обыграны. Здесь, конечно, эти дырки, блин, очень странноватые. А когда, кстати, ночь настанет? Вот я, типа, боюсь-боюсь такой, весь такой из себя опасливый, на базе построил дом даже из-за этого. А, собственно, когда? Пока что, ну, вроде как, день. Какая-то там не пахает. Какое здесь вообще течение дня? Знаю, я просто играл, где там прям бац-бац, уже ночь наступил, там не успею на что поделать. Тут я прям довольно долго на самом деле играю. Сколько? Я, ну, 20 минут уже играю. Хорошо. Так, блин. Чем вас так разда... Это... Вам не угодило наличие чего-либо у меня в руках? Так, это... Пол. А это... А это вообще рампа. А где потолок? А, вот. Вот. Еще мы тут можем дверь сделать. Просто потолок у вас есть? Или это, типа, два в одном и потолок, и... Ну, как бы это пол. А, нет. Отлично. Может быть, это вода, флор, как этот? Типа, вода, флор... Этаж. То есть, в принципе, тогда логично, да. Типа, флор, это же не только... Пол, это как бы вообще, в принципе, а-ля... Ну, да, этаж, короче, что я. Сказал этаж. Пытаюсь что-то дополнительно объяснить. Ну, короче, со Сдомом... С Сдомом? С Сдомом пока что все, конечно, довольно уныло, потому что это тысячи раз уже видели. Тут, кстати, есть фонарик. И нам, кстати, даже предлагают Выжить первую ночь Я не знаю, честно говоря Будет ли меня вообще тут на этой базе атаковать Но я, конечно, на всякий случай сейчас дверь построю В принципе, здесь, конечно, можно было побегать Наследовать карту Но понимаете, в чем дело Во-первых, я считаю, что Точнее, мне кажется, что это вот и есть вся карта То есть карта совершенно небогатая Во-вторых, судя по тому, что я видел Ну, тут на карте особенно делать нечего То есть ты просто видишь какие-то однообразные Совершенно простецкие В доме, кстати, можно говоря, не крикать каждый раз А просто удерживать кнопку Я что-то по привычке закрикиваю это дерево Мне интересно, Hunt Creatures for Money А я, типа, это что делал? А, ну там... Ну, хотя, да, первый, типа, хант Это должно быть просто их убить Может быть, может быть, ну-ка А где там были их тупики? Может, их можно было освежевать как-то? Полутать? Я такой банальной вещи даже не подумал Похоже, трупы исчезли уже Что-то там довольно... Осторожно, ты... Того Дендрические, мне пишет игрушка Тут, вероятно, наверное, здесь еще источник воды какой-то есть Вот это дорога... Ну, это дороги, да А вот это что, это река? Или вот эта дорога? А вот это... Хотя нет, вот это похоже на... Ну, ладно Я сейчас делаю вот так А так, вообще-то, я так понимаю, что вот эта система должна теоретически подталкивать игрока к исследованию мира Они просто едят на базе Потому что, в принципе, на базе с ним делать нечего Как мы установили Вот, но... О, о Видите, эти красные точки? Знаете, что они означают? Что там кто-то есть Уже отреспаунились, типа Посмотрим Ну да, опять эти шакалики Маленькие Бегают Шарик Я сейчас хочу их просто убить, чтобы... Хотя бы одно, чтобы посмотреть насчет Опаньки А это не шарик? Или это шарик? А, не шарик Я что-то сначала думал, что другой нет Я хочу убить Посмотрите, может быть, их как-то можно реально разделать У меня... У меня, собственно, даже урон не наносит Так, ну-ка Да нет Нет Их никак не... Ну, в принципе, тут нет вообще, в принципе, функционала лутания Их... Там-там... Когда собираешь предметы, кнопка Е активна Здесь, в принципе, ничего не активно То есть, просто убиваешь его, просто тебе деньги дают За их убийство То есть, как бы, все настолько привитивно, что... Ну, вы поняли, да? Окей Здесь, кстати, у меня не будут требовать арендную плату Ну, типа, я такой наглый пришел На их территории построился Вот здесь, например, дверь, допустим, можно открыть Хорошо Окей Тут, кстати, даже чистокол можно построить Даже можно... Строить Сразу окна Ну, и хик, который я видел, по-того рода Там, типа, ну... Вообще, в принципе, блок окна, как таково, он отсутствует То есть... А, это он и есть Я что-то туплю Я же его и строил Все Хотел уже порадоваться, дескать... А, нет, смотрите Есть вот такая фигня Вот Вот я про это говорил Все-таки я был прав То есть Там обычно просто стена С дыркой И все Вот здесь все окно А здесь, видите, даже можно делать вот такие фишки Это, типа, конечно Ну, не скажу, что-то такое прям крутое Но Некое количество баллов игре все-таки придает Что я там могу еще сделать? В принципе, не богат, на самом деле Storage box Так Э-э-э-э-э-э Storage box Мне нужен пластик Ну, да, конечно Я сундук сделать просто Коробку даже с дерева банально не могу То есть я стены могу сделать Коробку я не могу сделать Ну, это, конечно В таких играх Ну, стандартная схема Типа, ну, а чего? Так Ну, тут я могу что-то жарить Я кладу дерево Схема стандартная Что я хотел? Я хотел сделать себе стул Вот Кстати, все-таки закат идет Потихонечку И мы сейчас посмотрим Есть вообще Хм На базе постоянно Спаунится предмет Если При такой схеме, конечно В принципе Я смог еще их продавать Это было, конечно, не титерство Взросленно Это, в принципе, для новичков Которые, типа, помирают Если померут То хотя бы на базе Какие-то стартовые предметы Вы себе найдете Угу Я здесь могу уже себе Пэчку сделать Хорошо Кстати, стул Мне автоматически Поместился в инвентарь Окей Надо, кстати, тут Лестницу сделать Вот Отлично Так Не пойму Скрутить здесь вообще можно как-то? Интересно Ну, конечно, можно вот так крутить их В принципе Чем не кручение Хорошо То, я так понимаю Такая же Как и костер Только более продвинутая Ну, может, я теперь Учити вид отображения Понятно Ну, как бы Я не скажу Здесь что-то прям богато Так Наоборот Даже скорее бедно Ягушка Понятное дело В раннем доступе Куда же без этого Отзыв о ней Довольно Мало Хотя, в принципе Там есть какие-то И они даже В основном положительные Я не знаю почему Видимо, потому что Хотя бы Игрушка не лагает Это уже, наверное Ох, сколько тут трупов Оказывается Хотя бы для этого Это уже Делало Это ее Более-менее Приличной Для людей Так Эти ребята Тут все сидят А вы Вообще Чем питаетесь Чем на жизнь Зарабатываете С этими, ребята С какого района А тут вот такая Да А что прикол? В чем прикол? Я тебя выбираю И ты Можешь только А, ты можешь только Вот так Внутри Строиться Я понял Хорошо В принципе В принципе Я бы на эту группу смотрел Вот Сейчас осталось Только дождаться ночи Мне просто Прямо интересно Чем Ночь Отличается От дня Вот Если я сижу на базе Весь из себя такой Крутой Мне надо все Насрать У меня даже Тут домик есть На территории Элитный Коттеджик То есть Территория Тут я не скажу Что сильно защищена Какие-то камушки Ну не камушки Если как Плита стоят И все Ну забор Да Забор Забор Конечно Даже вон Какие-то есть Не во всех Правда Двенях Но отдельных Колючая проволока Даже вот сидит Какая-то Женщина Типа Страж Вот Типа Наблюдает За территорией Ну Как бы Это мне Не сильно Гнушает доверие Все равно Если допустим Это был бы мир Где прям Все ужасно И везде монстры И это последние Клочки выживших Но мне кажется Они как-то Лучше бы устроились Вот Ну конечно же От таких игр Ждать какой-то Проработки Капитальной Я конечно же Не собираюсь И я прекрасно понимаю Что это Трешачок Проект Который в принципе Меня совершенно Не заинтересует И после того Как я сниму для вас Видео Я его просто удалю Вот Но при этом При всем При этом При всем За нее уже Простят деньги Кто-то ее Покупил уже То есть Есть же Вот в стиме 38 отзывов Там конечно Может половина Таких как я Которым бесплатно дали Вот Но Киржи Кто-то наверное Вот и играет Что-то как-то Долго темнеет На самом деле Скажу вам честно Вот Меня конечно Очень сильно подбивает Сейчас выключить видео И включить Когда уже Искать Охотчательно Потемнеет А с другой стороны Мне просто Лень будет Ее еще Еще раз Включать После этого Вот честно Скажу вам Так Давайте я успею Наверное еще Сбегать Немножко деревьев Порубить Они кстати Здесь интересно Автоматически Респаунятся Как-то На карте В принципе Меня отображают Всяких Кипя Которые Могут напасть Я наверное Увижу Если ко мне Будет Присоближаться Мне просто Интересно Весь какие-то Наверное Эти всякие Оборотни Они интересны А вообще Где живут Здесь понятное Дело Как бы Таких Сильно Продвинутых Ареалов Обитания Нет То есть Они просто Раскинут По карте Пять Я ж только Недавно Пил Издевайтесь Ну хотя Бладно Хотя Есть такая Фишка Что Яблок Восстанавливает Не только Голод Утоляет Но еще И все Таки Жажду Это В принципе Логично Здесь у них Как-то странно На самом деле Выбирается А как-то По-другому Строиться Можешь Или только Вот таким Косообразным Способом Ну это Тут Реал Как бы Такой Очень Странный Хорошо Ладно Типа Вот у меня Есть лестница В принципе Отсюда Почти Могу И так Запрыгнуть А отсюда Наверное Вот так Самогу Это в принципе Я думаю Что уже Сделался Место С которого Даже Если они Сюда Зайдут Они Сюда Не доберутся Уже Все Тут Непроходимо Есть место Они Если что Могут Начать Атаковать Мой дом Свет Моргнул Черт побери Хоррор Элементы Это как Это 5D Практически Даже 4D 4D Кстати Кинотеатры Это конечно Больше обман Но по-моему 4D Это когда Со звуками Со зап Если я ничего не путаю А 5D Это видите Еще и С игрой Света Там есть Почти 100D Кинотеатры Я не удивлен Что Что И 4D 5D Уже Там Условно Спецэффект Ну конечно В принципе Как-то Не всегда И TD Это обычно Кино Интересное Надо еще Постараться Чтобы мне 3D захотело Я люблю Именно Кинематограф Ради Кинематографа А не ради Спецэффектов Но это что-то Отлегся Ночь 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 Или можно Короче Пойти умереть Тупо Можно дождаться Ночи Можно умереть Можно прекратить В это играть Сразу встать Ох Там что лежит Ну давайте Туда сбегаем Мне кажется Там обычно Топор лежит Но вдруг Какая-то Специальная Няшка Притаилась Вот прям Секретная Секретная Какая-нибудь Ну кажется Что нет Да Обычный Топор Вот И там Какое-то еще Интересное Вверху Куда Ходит Эта Мачта Что там Вообще Не понимаю Вот Так вот Вот так вот Короче Ладно Смотрите Я сейчас Сделаю Паузу Хочу вам Чисто По приколу Показать Ночь Для этого Мне нужно Сейчас Немножко Подождать Я не хочу Ваше время Дальше тратить Поэтому Выключаемся Включаемся Они Они Не могут Совершенно Почти Без воды Еды Обходиться То есть Максимум Час Они могут И все После этого Дикая жажда Начинается Дикий голод Куда там Недель Куда там Три недели Без еды Человек может Теория Обходиться Нифига Выживалков В этой игре В частности Вы больше Часа не протянете И вам нужно Что-то жрать Постоянно Машины Переработки Отходов И в данном случае Еще и вода Сюда добавилась Монстров Я так не вижу Возможно Еще Должно Подождать Потому что В принципе Уже ночь Но такая еще Не совсем ночь Такой Закат Вот Здесь в принципе У меня до кучи Еще фонарик Разрежается Вот Я могу Отключить Но пока Толку в этом Нет Светить В принципе Я Для себя Сделал вывод Что все-таки Конечно Игрушка Ну Вряд ли Заслужит Внимание С точки зрения Его покупки Я посмотрел Кстати Даже В отзывы Стим Реально Как я и подумал Те кто Ставит Эти игры Плюс Те кто Искомментирующие Ставят Плюс Они Короче Получили Этот товар Бесплатно Там даже Какой-то Степный Из комментарии Типа Купите себе И даже С моим друзьям Покупайте Эту игру Вот Может быть Это был Разработчик А так Вообще Давайте В печку Тролл закинем Вообще Это нужно Скорее Для Скорее Переплавки Тут Я думал Какой-то Свет будет Давай Посмотрите На эту Печь Что Что В ней Происходит В ней Происходит Термоядерная Реакция Что Или Что Почему Она Выглядит Именно Вот так А костер Как Выглядит Просто Интересно Включим Костер Ну Костер Горит Огонь Хотя Света От него Тоже Нет По сравнению С какими Там Более Продвинутыми Игрушками Костер Зажег И там Свет От него Идет Это Конечно Явный Провал Вот С точки зрения Бестиария Я конечно Наверное Мог бы Для себя Поставить Скажем так Минус Себе Самому Дескать Не показал Противников Но их всех Показали Нам в начале Ну не в начале Это в меню В бестиаре Так что Мы в принципе Знаем Кого здесь Можно встретить Даже очертания Еще нам Неизвестны Даже Это еще В принципе Можно Тут посмотреть Тут как раз Видите Можно 100 рублей И 100 рублей За пауков И за Головастиков За зубастиков 100 рублей Также За Какую-то Непонятную Мартышку Также 100 рублей За Оборотня Тут еще Какие-то Нам подсказки Висят Там В общем Все то же самое В общем Какие выводы Я могу сделать Из этой игры Ну Во-первых То что Здесь В принципе Баланс С точки зрения Там Многих вещей Просто нет Нет нормальной Экономики Нет нормальной Системы выживания Нет нормального Строительства Нет нормальных Противников Нет нормальной Боевки Много чего еще Нет Контента Вообще В принципе Здесь нет Отсутствует Эта карта Она Ну это Совершенно Не серьезно Домики На карте Тоже Проработки Нет Возможно Когда-нибудь В будущем Ее разработчик Сделает Что-то Более Толковое Не исключаю На самом деле И в принципе Есть Есть Их меньше Гораза Чем провалов Но все-таки Есть случаи Когда игры Все-таки Были доработаны Я имею ввиду Именно в жевалке В общем тот же Форрес Хотя там Мешка в другой Концепциях Вот Но в принципе Форрес Ну показатель Да Вот А так в принципе Говорить о таких играх Что-то Ну серьезно Конечно же нельзя Это Очень кривая Очень Ранняя версия игры И В этой версии Ну Все что мы уже видите Я в принципе вам показал Поэтому я думаю Что буду закругляться Пока Персонаж не окончательно Не откинул копыта От того что Смотрите Игрушка как бы мне сказал Охренто Закруглишься Я тебе сейчас Подкину Метеоритный дождь Очень кстати Вовремя Его подкинули Но я не знаю Что он дает Нам не знаю Может какие-то Ресурсы падают Вот Или как это у нас Смысл Или это просто Прикол такой Чтобы Если ты построил Думик И если метеорит На него падет То он разрушится В дополнительной Сложности Я не знаю Что это дает И вообще С какой стати В этом мире Метеоритный дождь Идет Вот Ну В любом случае Наркусанш хочет сжать Хочет пить И так что Даже если бы Я теоретически Хотел продолжать играть То у меня бы Это не получилось Потому что я сдох бы А ночь Сейчас Особенно не по шастающей Такое По домикам Вот Я не знаю Здесь конечно Можно где-нибудь Может добывать еду Какой-то город В дальнейшем Не я не буду следовать карту Даже не Это Не простите Вот я эти домики посмотрел У меня достаточно Я понимаю Что все все равно Здесь так же Ладно Хорошая попытка играм Но нет Нет Все С вами был Иван Спасибо за просмотр видео Не забывайте подписываться на канал И оставлять комментарии И всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok